Певец, музыкант, композитор Дмитрий Маликов снова побывал в Иванове. Как и три года назад, цель визита – презентовать горожанам свой просветительский проект. В марте 2013-го Дмитрий Маликов покорил сердце ивановской публики уроком музыки, во время которого он выступал вместе с талантливыми ивановскими детьми. Этот мастер-класс, который был преподнесен для этих ребят, настолько повлиял на их судьбу, что определились они с дальнейшим выбором своей профессии окончательно. Стали активно принимать участие в международных и всероссийских конкурсах. Гранд Меликян, например, все про него уже знают, участник проекта «Голос» и дошел почти до финала. Девочка у нас Екатерина Поротникова и Гела Джишкаряне участвовали в проекте «Щелкунчик», тоже стали победителями. В здании Ивановской филармонии, где состоялся спектакль «Яблоку», негде упасть. Места в зрительном зале заняли дети и педагоги музыкальных школ, многодетные и малообеспеченные семьи. На этот раз Дмитрий Маликов представил свой новый проект «Перевернуть игру». Это спектакль с вечным сюжетом, где в центре внимания непростые взаимоотношения родителей и детей. Мне приятно, что остался след такой хороший от нашего прошлого проекта. Действительно, мы с того времени проехали 115 городов нашей страны с уроками музыки. Больше 50 тысяч детей побывали на этих встречах творческих. Но, к сожалению, проект, естественным образом, закончился. А идея заниматься дальше просвещением и выйти за рамки только воспитания детей и музыкантов у меня, в общем-то, оставалось. И я стал думать, что можно придумать еще, что можно изобрести такое, чтобы это было полезно и нужно всей нашей молодежи. Над созданием музыкального спектакля «Перевернуть игру» целый год трудилась группа профессионалов. Проект был создан на государственный грант, а также при поддержке спонсоров. Со сцены практически все время звучит классическая музыка в исполнении Дмитрия Маликова. Спектакль – это постоянный батл между кинейджером, диджеем и мастером, между, казалось бы, скучной классикой и современными хитами. Спектакль «Перевернуть игру» По словам Дмитрия Маликова, это некая культурная прививка для молодежи. Постановка рассказывает о великих музыкантах, например, о судьбе Моцарта, имя которого стало бессмертным только благодаря колоссальному труду. 16 лет, и ты считаешь себя ребенком. Чтобы хоть как-то выделяться на фоне остальных музыкантов, отец обучил меня разным эффектным трюком. Играть вслепую, угадывать ноты, все пять, я уже исполняю произведение собственного сочинения, даже сам французский король от меня в восторге. Но папе, и этого было мало, едва не исполнилось 15, так он решает, что я, полный командир Моцарта, должен стать членом балансской музыкальной академии. Спектакль изучат классические произведения, джаз, блюз, рок-н-ролл, современная поп-музыка. Но в битве за первенство, похоже, побеждать живое исполнение. На дворе век нанотехнологий. Мне для выступления нужно всего-то... Вот, флешка. Она весит 10 грамм. На ней 64 гигабайта памяти, а это примерно 12 часов звучания. А теперь посмотрите на свою флешку. Вот сколько, сколько она весит, а? Килограмм уже 500-то весит. И сколько на нем треков может быть? Треков? Бесконечное количество. А у меня здесь собраны все хит-парады мира за последний год. А здесь хит-парады за последние 11 веков. Наш спектакль – попытка разговаривать с молодежью на понятном им языке. И на языке, который будет им не только понятен, но он будет им приятен. То есть, безусловно, мы не опускаемся до каких-то моментов, не позволяем себе пошлости. Но, тем не менее, надо сегодня просто это очень четко понимать, что ты должен быть интересен молодежи. А быть интересным молодежи очень трудно. Очень трудно, поверьте. Спектакль в Иванове – 13-й по счету. В октябре Дмитрий Маликов планирует объехать с культурно-познавательным проектом весь Центральный и Федеральный округ. Любовь Почерникова, Андрей Символгов, РТВ Иваново.